Привет, Redmi 7. Это еще один бюджетник от Xiaomi. Глобальная версия купленных официалов в Украине. Специально для того, чтобы показать вам побыстрее. А вообще, если бы покупал его сейчас, то на Алиэкспресс. Потому что реально, пока 4 500 или 165 долларов за него, это, извините, дорого. Там же ценник другой. Может быть вы смотрите этот видос, когда цена уже адекватна? Поехали! Ну что же, на Алиэкспресс уже можно за 127 долларов такой же глобальный черный взять. Дальше будет еще цена падать. Ссылочку смотрите в описании. Когда он попадает к вам в руки, вы обнаруживаете, что он запечатанный из завода. И главное, на коробке будет надпись Global. Коробки, кстати, очень похожи с Redmi Note 7. В моем случае гарантийка из магазина с чеком. Внутри сам смартфон в пленках, microUSB кабель, опять microUSB. И зарядка на 5 вольт 2 ампера. В отдельном футляре скрепка, чехол и документация от производителя. Внешне он много в чем схож со старшим братом Redmi Note 7. Например, диагональ экрана. 6,26 дюйма. Вот что замечаешь в первую очередь. Я думал лично, что он будет поменьше. Как всегда делали Xiaomi в линейке Redmi. Но по дисплею он почти такой же, как Note. Так что это можно сказать Lite версия Redmi Note 7. Почему же Lite? Ну давайте пристально присмотримся. В первую очередь обратим внимание на то, что смартфон выполнен полностью из пластика. Хотя задняя крышка и напоминает стекло. Сейчас это тренд. Смотришь в магазине и не поймешь сначала из чего он сделан. Потому перед покупкой нужно смотреть обзоры. Глянец это маркетинговая уловка. На самом деле на практике это не очень хорошо. И чехол тут как раз кстати. Без него он очень быстро станет более матовым из-за царапин. Также корпус очень маркий. Не успел дотронуться, уже отпечатки и их хорошо видно. На других цветах возможно не так. Но черный это конечно что-то. Опять таки хорошо, что чехол в комплекте. Он в нем довольно таки стильно выглядит. Снизу решетки под динамики, микрофон и microUSB. На верхнем торце еще один микрофон. Вход по 3.5 миниджек. И для управления техникой их порт тоже на месте. Лоток под сим-карты у нас волшебный. На две сим-карты и карту памяти. Некоторые игры даже предлагают качать кэш уже на карту при установке. Также можно фотки сразу сохранить на нее. Сканер отпечатков срабатывает очень быстро и точно, без промахов. Также есть разблокировка по лицу. Тоже работает очень быстро. А основная камера, как вы заметили, выпирает не сильно. И перекрывается, если надеть чехол. Вернемся же к экрану. Самое первое здесь нет Full HD. А HD+, 269 ppi, 19 к 9. В ютубе, например, вы сможете смотреть только в качестве 720p. И лично я хорошо вижу разницу. Картинка не такая звонкая, как с Full HD. Мыльцо видно. Но обычного обывателя, если не вглядываться, вполне может и устроит. Как и в Redmi Note 7, тут нельзя обрезать экран темной полоской под выступающий глазок камеры. В ютубе в том числе. Это, как по мне, косяк. Нужно давать выбор пользователю. Меня эта капля отвлекает. Запас яркости в норме. Нижний порог тоже. Под углами вопросов нет. Он такой же, как и Redmi Note 7. А покрытие заявлено, как Gorilla Glass 5. Это значит, что оно более-менее устойчиво к царапинам. У меня на тесте средняя модификация. 3.32 гигабайт памяти. Я думаю, это минимум на сегодня. О 2.16 забудьте, кто поглядывает на него. Через месяц один только Viber забьет вам эту память. И телефон будет вечно просить очистку. Также есть модификация на 3.64 гигабайт памяти. Процессор у нас Snapdragon 632. Видеоускоритель Adreno 506. Такой же, как у Snapdragon 625. По сути, это немного усовершенствованный 625 снаб. Игры будут вовсе идти, как бы шли на нем. Но помним, что у нас HD+, разрешение. Поэтому можно выставить даже средние настройки в некоторых тяжелых играх. Например, в танках. Сами же игры не будут блистать серьезной детализацией. Опять-таки, из-за разрешения. Но четкость изображения мне понравилась во время игры. Папк на минимальных играть можно без проблем и без микрофризов. Прошивка у нас, конечно, MIUI 10.2. Последняя. И Android 9. Куча настроек, шустрый. Иногда было встречались микролаги. Это еще нужно дооптимизировать. Но и процессор не топовый, как вы понимаете. А в целом, удобная функциональная оболочка. По связи в глобальной версии, как вы понимаете, с LTE никаких проблем не будет. Bluetooth почему-то 4.2, а Wi-Fi поддерживает 1 бенд. 2.4 ГГц. Тут видно, что экономили. Обычные симки держат отлично. При разговоре слышимость собеседника очень хорошая. И микрофон тоже отличный. Меня слышно идеально. Есть радио, работает с наушниками. А вот NFC, как вы понимаете, нет. Также у смартфона есть индикатор событий, который находится снизу. И он одноцветный. Проверил GPS. Спутники ловят отлично, даже вдали от окна. При этом у него есть компас, который в картах будет показывать ваше направление. Как навигатор годится. Ну и что касается внешнего динамика. Он тут хороший, довольно громкий. И при этом объем звучания тоже есть. То есть, динамики тут не бюджетные. В наушниках звук довольно-таки качественный. Есть множество настроек. Но если хотите громче, то нужно выставить другой регион. Камера. Сенсор у нас OmniVision OV12A10. 12 Мп с апертурой f2.2. Помнится, такой модуль встречался в смартфоне Redmi 5 Plus. Давно это было. Здесь, конечно, данный модуль прокачали в плане ПО. Тут больше настроек, в том числе ручных. Есть HDR, искусственный интеллект. За свою стоимость в Китае смартфон справляется реально очень хорошо. Особенно, если хватает света. Где темнее, конечно, уже не флагманский показатель. Неплохие портреты тоже получаются. Помогает в этом 2-мегапиксельный дополнительный модуль камеры. Динамический диапазон слабоват, но это, в принципе, ожидаемо. Фронталка 8 Мп и фотки тоже получаются неплохие. Опять-таки, за свою стоимость даже хорошие. Причем, на фронталку можно фоткать тоже в портретном режиме. Видео пишет Full HD 30 кадров. Также заявлено и 60 кадров, но 60 кадров на данный момент не пишет. Не знаю, с чем это связано. В обновлениях или уберут этот пункт о 60 кадрах, или исправят. А электронную стабилизацию в настройках я не нашел. Что очень печально, потому что без нее реально не то пальто. Автономность. Батарея у нас на 4000 мАч, что хороший показатель для этой серии. В комплекте зарядное устройство на 5 Вольт 2 Ампера. За 30 минут зарядится на 25%. А полный заряд примерно за 2,5 часа. А хватать вам будет реально на день очень активной работы. И 6-7 часов экрана будет выдавать. А если не сильно его мучить, то и 2 дня спокойно живет. Автономность это его сильная сторона. Что в итоге можно сказать об этом аппарате? Спорное решение это глянцевый пластик. Очень маркий и очень неустойчив будет к царапинам. По-любому нужен чехол, что идет в комплекте. Потом смущает microUSB. У старшего брата, напомню, уже Type-C. Ну и разрешение экрана, конечно же, не Full HD, а хотелось бы. А так, камера достойная, скорость работы и работа в целом на хорошем уровне. Автономность отличная. Однозначно, за цену, которую просят у нас на данный момент, 165 долларов, его брать не стоит. За 100-125 долларов версию 3.32 гигабайт на Али можно брать вполне. Они уже упали в цене, я смотрю в проверенных магазинах. Так что смотрите по ссылкам в описании и сравнивайте с ценами по месту и решайте где выгоднее. Не нужно переплачивать. Ведь с таким же успехом лучше смотрится уже тот же Redmi Note 7. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь и бейте в колокол, если хотите больше гаджетов. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok